Здравствуйте! В эфире программа «В центре внимания» в студии Надежда Пархунова. В марте этого года в Республике Мариел в городе Йошкар-Ала состоялся чемпионат и первенство России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Сегодня у нас в программе Косицына Ульяна, призер первенства России по плаванию, человек, который занял, сколько медалей, маму сейчас просим, Милона, мама Косицына Ульяны. Расскажите, пожалуйста, про это первенство России. Я так это говорю, потому что это первенство России. У нас Ульяна заняла первое место в 400 метров вольный стиль. Да, вот это вот наша красавица. Золотая. Да, это был первый заплыв. Было так неожиданно, что Ульяна очень мощно начала плыть и уже оторвалась на первом полтиннике, потому что была большая вода, 50-метровая. Ее уже было не догнать, уже было понятно, но все равно переживали, потому что дистанция очень большая, 400 метров. И сразу взяли золото. Это был шок. А потом, когда Ульяна приплыла и показала еще, что она проплыла по кандидату в мастера спорта, ну это вообще мама там прыгала, конечно. Вы знаете, я даже с трудом представляю эти эмоции. Давайте Ульяну сейчас спросим. Обычно 400 метров непростая дистанция. Тренеры учат распределять силы, делать какие-то рывки, почувствовать, если что-то осталось в конце. Как ты выбрала для себя такую тактику с самого начала? Ну, я специально сильно настроилась, то что выпустила слой ярости, например, ярости пантеры, или, например, ярости тигра. Я проплыла очень жестко, то что у себя пробудило глаз зверя. Тебя кто-то так настроил, посоветовал? Это была твоя тактика такая соревновательная или это ты сама для себя так решила? Да я для себя так и решила, то что я действовала и плыла как касатка прям. Понятно. Ульяна, кто были твои соперники по соседним дорожкам, которые остались там где-то вдалеке? Ну, соперники я, мне удалось расправиться, то что я немного переживала и выпустила слой зверя. А почему переживала? Кто были соперники? Ну, соперники были очень сильные, очень достойные были соперники. Ну, во-первых, они старше, да, до 18 лет, но как бы это все равно показательно. А давайте скажем, а Ульяне сейчас? 14 лет. 14 лет, так. Да, мы выступали в юниорах, то есть первенство это подразумевает до 18 лет, дети. Дети, да. Мы уже были кандидаты в мастера спорта вместе с Ульяной. Даже паралимпийцы, да, были, я знаю? Да, паралимпийцы, ну, это вообще паралимпийский спорт, да, но в чемпионате участвовала и Шабалина Валерия, которая заняла призовые места на паралимпиаде в Токио. Она чемпионкой мира является, то есть когда они сидели вот перед заплывами рядышком, то есть у Ульяны было сумасшедшее волнение. Вот она, эта недосягаемая Шабалина, да, и тут они сидят рядом, это, конечно, у Ульяны был и восторг, и волнение было, ну, это волнительно. Ульяна, я знаю, что ты занимаешься в бассейне «Надежда» в группе с нормотипичными ребятами, и наверняка их оплываешь, потому что знаю некоторых летяев с этой группы, мой сын просто туда ходит. Скажи, пожалуйста, тяжело было переходить, сначала у тебя была другая группа, понятно, что это специальные были занятия, на вот такую, на такие общие основания? Наверняка же тренер тебе каких-то послаблений не дает. Ну, я плаваю прям хорошо, прям мне не тяжело, мне хороший талант, у меня чувство, то, что тренера я хорошо слушаю. А давай скажем спасибо, кто тренер у тебя? Олег Юрьевич. Олег Юрьевич Заподобников, его, к сожалению, он сейчас на соревнованиях, но мы его благодарим за то, что вот такую спортсменку... Сумасшедше благодарю. Я знаю, мамины чувства тренеру. Но давайте расскажем еще, помимо этого первого места, вот так началось замечательно первенство, были еще медали, какие и какие дистанции? Ну... Серебро, да, показывай. Это вот у меня вот серебро у меня в руках, это за 200 метров кролем, то, что я проплыла. Так, вольный стиль. И еще второе место, один из самых сложных стилей, я так скажу, который есть. Это второе серебряное медаль за... Баттерфляй? Да, баттерфляй я проплыла. На второе место в России, для меня это вообще просто... Это 100 метровка у нас была. 100 метров, да. 100 метров баттерфляй. И бронза? Ну, вот бронзовая я проплыла, 50 баттерфляй. Ну, сильно переживала, но как-то не очень настроилась. Ничего. Здесь как раз мы подходим к самому, наверное, главному вопросу. Ульяна, такие успехи на всероссийских соревнованиях с такими соперниками сильными. Ты себя видишь в дальнейшем на параолимпийских играх? Ну, себя я способна видеть. Видишь. Ты готовишься, ты тренируешься. Илона, что вы на этот счет думаете, я вас прошу, мама? Ой, ну, естественно, хотелось бы, очень хотелось бы, да, чтобы, ну, так все сложилось, потому что, ну, всякие факторы... А что должно сложиться? В жизни бывают, ну... Здоровья. Да. Тренировки. Здоровья, тренировки, естественно, поддержка и... Государство, которое, мне кажется, будет поддерживать. Поддержка государства, друзей и сумасшедшую, конечно, в нашей такой, скажем, судьбе сыграла Нелли Леонидовна, директор спортшколы нашей. Она все-таки у нас рискнула когда-то. И мы же, ну, ребенок с особенностями развития. И она у нас, нас отправила на свой страх и риск. В плане... На соревнования всероссийских. В плане результата, это сама эксперимента. Это был эксперимент в группу с новоотипичными детьми. Если бы не она, конечно, ничего бы этого не было. Вот этот вот стратег, я всегда поражаюсь ее умению видеть, вот это вот выискивать и реализовывать. И она сама радуется от этого, что... Ну, воспитывается настоящих спортсменов. Она настолько грамотный руководитель, просто обожаю ее, огромное ей спасибо. Илона, это очень будет приятно ее услышать. А у меня вот такой вопрос. А вы как увидели, как мама, что Ульяна будет плавать и будет плавать хорошо? Ой, я не видела, если честно. А как вы пришли в плавание? Как вообще так получилось? Ой, мы начинали ходить, она еще маленькая была, то есть мы... Для общего развития, да? Да, для общего развития в маленький бассейн. Она постоянно уходила под воду, но это ладно, никто ее достать не мог. Уходила, Ульяна, ты смеешься. Ты в смысле не могла плыть или ты настолько хорошо плавала, что ты просто... Ей нравилось плавать под водой. А, поэтому ты себя с косаткой сравниваешь. А вытащить на поверхность, это была проблема. Ну, и у нас мы от... ну, три года... Проходили. Проходили. Ну, три месяца проходили, потом у нас воспалялись аденоиды, и нам приходилось бросать спорт. Потом мы пролечивались, потом опять приходили. Мне кажется, это частая проблема. Это частая проблема у детей. Да, и мы как-то вот даже и не думали, что попадем, если честно, вот в такой большущий спорт. Огромный спорт. Сейчас, как тренируешься, Ульяна, какие цели для себя ставишь? Есть ли у тебя какое-то, может быть, питание специальное, режим специальный? Давайте еще напомним, что Ульяна ходит в школу, в обычную школу, с обычными занятиями. Мешает ли тебе получать пятерки? Такое активное занятие. В юноармейский класс. В юноармейский класс, да? Скажи, пожалуйста, как ты держишь такой ритм, такую спортивную форму? Ну, в принципе, я могу почувствовать себе лучше спорт по плаванию. Нет, то, что у меня свои таланты у меня сохраняются, у меня вот в теле, у меня внутри там. Ну, и я способность, скажем так... Развиваешь их внутри себя? Ну, в принципе, да. Да, я так же плаваю и во всех спортах. Ну, по физкультуре я неплохо занимаюсь, и все так же легко, и, ну, могут быть другие спорты, и, ну, почти у меня получается. Ну, например, в баскетболе, там, и в волейболе, там, и бомбинтон, там. Нравится, да, тебе заниматься? Ну, почти получилось у меня бомбинтонте, там, ну, почти получилось, и немного падает. Ничего страшного, я уверена, что все получится. Ирина, вам огромное спасибо. Я уверена, что сейчас многие, кто посмотрят, просто вдохновятся вашим примером в воспитании дочери. Ульяна, я уверена, что многие, кто посмотрят, вдохновятся твоим примером и будут заниматься спортом. Вас я здесь приглашаю сюда, на эту программу, когда вы приедете с пара Олимпийских игр, а это будет обязательно. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас сегодня в программе была призер первенства России по плаванию среди лиц с интеллектуальными нарушениями Косицына Ульяна, которая заняла первое место. Ну, а в студии была я, Надежда Пархунова, в центре внимания смотрите нас еще. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин